Каждый раз, когда сажусь за написание текста очередной программы, даю себе слово отыскать что-нибудь положительное. Разумеется, веду речь о жизни украинского обывателя. Ну нельзя изо дня в день мочить людей траурными известиями, надо дать хоть узенькую полоску чего-то светлого, надежду на лучшую жизнь. Тягостные поиски этого доброго начала, увы, ни к чему не приводят. Особенно, когда начинаешь считать законопроекты отечественного парламента и постановления родного правительства. Проштудировал документальную базу недельной давности. Читаю. 2 февраля на первые после новогодних каникул сессии Народные депутаты численностью в 242 голоса приняли в первом чтении проект о жилищно-коммунальных услугах. Теперь самое главное. В этом законе предусмотрена интересная новация. Цитирую. Согласно пункту 2.10 ст. 5 Норматива в этом случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги дальше ЖКУ потребитель должен уплачивать пеню, установленную законом или договором о предоставлении ЖКУ. В свою очередь, в пункте 1 ст. 24 законопроекта говорится, что пеня устанавливается договором на оказание ЖКУ, но не выше одной десятой процента за каждый день просрочки от суммы долга, а общий размер уплаченной пени не может превышать сто процентов общей суммы долга. Заглядываю в источники, повязанные с центральной исполнительной властью страны. Обалдеть! Оказывается, с 1 марта 2016 года нас ожидает очередное подорожание электроэнергии. Процентов это к на 20. Те, кто потребляет до 100 кВт-ч в месяц, вместо сегодняшних без малого 46 копеек за киловатт, будут платить 57 копеек. От 100 кВт до 600 в месяц начнут отстегивать на счета монополистов вместо нынешних почти 80 копеек без 1 копейки гривну. Ну, все перечислять не стану. Добавлю только, что после мартовского повышения следует ждать осеннее. С 1 сентября украинцев ждет очередной этап подорожания электричества. Я не стану сотрясать в воздух риторическими вопросами, типа, почему дорожает электричество, коли в стране оно в избытке. Не буду ехидно интересоваться, а что будет с теми, как в государственных, так и частных структурах, которые задерживают выплату заработной платы на 2-3 месяца. Какая пеня грозит в этом случае бюрократам и бизнесменам? Я просто приведу жуткую статистику, опубликованную одним общенациональным изданием в начале февраля 2016-го. В течение суток в Киеве совершили самоубийство два пенсионера. Одного мужчину преклонного возраста удалось спасти близким. Об этом сообщает обозреватель со ссылкой на источник в управлении национальной полиции в Киеве. Задумывали лица над этим фактом наши политики и чиновники?